Друзья, всем привет! Совкомбанк, лицом которого является актер Константин Хабенский, на всю страну с экранов телевизора рассказывает нам в рекламных сообщениях о том, что в банке можно взять кредит под 0% на сумму до 1 миллиона рублей на срок до 5 лет, и это могут сделать люди в возрасте от 20 до 85 лет. В процессе рекламного сообщения яркого, сочного, бежит мелкий текст, который просто-напросто невозможно успеть прочитать. Длина сообщения 16 секунд, текст меняется каждые 3-4 секунды. В этом видеоролике я вам расскажу, на каких условиях работает данное рекламное сообщение. И что если я вам скажу, что в нашей стране на законодательном уровне запрещено банкам выдавать людям кредиты под ставку 0%. То есть, если какой-то банкир в нашей стране захочет проявить жест доброй воли и раздавать людям кредиты потребительские под ставку 0%, берите, вставайте с колен, развивайтесь. Он будет привлечен за это по закону. А спонсором данного видеоролика является YouTube-канал Weekend, автор которого на регулярной основе выкладывают смешные анекдоты и рассказывают веселые истории. Никакой политики, никаких проблем. Обязательно перейдите по ссылочке в описании, подпишитесь, поддержите человека лайками в его начинаниях, ведь он сеет добро и позитив. Weekend ждет тебя по ссылке в описании. Я посмотрел рекламу, зашел на официальный сайт банка и здесь начинается все с козырей. Прекрасно отрезушированная фотография Константина Хабенского и, конечно же, сочное рекламное предложение. Все по нолям, кредит до 1 миллиона. В общем, изначально кажется все честно. Заполняй анкету, получай одобрение, приезжай, забирай свои деньги и плоти. Но, как вы знаете, все самое интересное всегда встречает вас в конце мелким шрифтом. Мы пролистываем страницу сайта вниз и что мы видим? Как это работает? Первое, оформление. И вот оно, здравствуйте, приехали. Вы оформляете кредит с услугой гарантированной минимальной ставкой и с программой финансовая защита. Вот давайте я вам расскажу на простом примере. Допустим, вы решили взять 200 тысяч рублей на 18 месяцев. Именно по этим цифрам сам банк приводит расчет. Для этого мы опускаемся в самый низ и видим вот этот унылый, хмурый, блеклый текст, где написано 200 тысяч рублей на 18 месяцев вы получите подставку 17,4%. То есть каждый месяц вы будете платить по 12 700 рублей и тем самым за 18 месяцев вы выплатите 28 605 рублей процентов. И таким образом, соблюдая все условия, вы можете эти 28 605 рублей получить обратно. Но для того, чтобы их получить обратно, нужно первым делом оформить услугу гарантированная ставка. Она стоит 3,9% от суммы кредита. 200 тысяч рублей 3,9% это 7 800 рублей. Будь добр, заплатить сразу. Раз. Далее, финансовая защита. Финансовая защита рассчитывается всегда индивидуально, но примерно с этой суммы она будет 8%. А 8%, друзья, это 16 тысяч рублей. Мы складываем две эти цифры, потому что это обязательное условие банка. Итого мы получаем 23 800 рублей. А теперь давайте кратенько посчитаем. 28 605 рублей минус 23 800 рублей. Мы получаем 4 805 рублей. И ты скажешь, ну вот же, есть выгода. В любом случае я остаюсь в плюсе. Ха-ха-ха-ха-ха. Покажите мне хоть одного человека, кого банк отпускал в плюсе. Здесь в игру вступает карта халва. Это является третьим условием банка. Банк обязывает вас каждый месяц тратить не менее 10 тысяч рублей пятью транзакциями. Вам предоставляют целый список магазинов-партнеров, где вы обязаны совершать покупки. И не кажется ли вам подозрительно странным, что банк ставит одним из обязательных условий, чтобы вы тратили деньги в магазинах-партнерах по карте халва? Так при этом вы еще будете получать кэшбэк. Вот здесь-то и зарыта собака. Рассказываю всю подноготную. Я сам лично размещаю рекламу на канале. И ко мне приходили сервисы кэшбэк, которые предлагают два условия сотрудничества. Первый. Они оплачивают разовый выпуск. Я разместил его. Все. Они получили своих клиентов, пошли дальше. Либо же они говорят, мы не будем тебе платить, но мы дадим тебе реферальную ссылку. Что это значит? Любой из вас, кто зарегистрировался по этой реферальной ссылке и в дальнейшем будет совершать покупки, кэшбэк, часть которого будет приходить ко мне. То есть вы совершили покупку, вам должен прийти кэшбэк 7%, но 2% будут мои, 5% будут ваши. Так в этой цепочке помимо меня и вас еще есть и заказчик. Соответственно, на вашей покупке будет зарабатывать уже два человека, которые к вам не имеют никакого отношения. То же самое может быть и здесь. Вы совершаете покупки в магазинах-партнерах, вы получаете возврат по кэшбэку, но вы получаете его не в полноценном объеме. То есть тем самым банк заработает здесь еще дополнительные для себя деньги. И касаемо кэшбэка. Здесь на самом деле все проще и хитрее. Вы поначалу получаете повышенный кэшбэк в размере 5%, но в процессе выплаты он у вас меняется и потом дойдет до того, что вы будете получать кэшбэк 1%, а все остальное, естественно, будет уходить банку, на чем они заработают дополнительно. И, конечно же, чтобы не быть голословным, я позвонил в банк, и вот что я там услышал. Здравствуйте, Ставкомбанк. Юлия, я слушаю вас. Юлия, здравствуйте. Будьте добры. Посмотрел рекламу вашу по телевизору о том, что можно взять кредит до 1 миллиона на 5 лет, при этом под 0% ставку. А можете поподробнее рассказать, там какие-то условия, наверное, есть дополнительные? Да, конечно. Давайте расскажу вам более детально. У нас по условиям кредитования, если оформлять сумму до 1 миллиона рублей, срок кредитования составляет до 5 лет. Если дополнительно пользоваться картой нашего банка Халва на протяжении действия кредита, совершая по ней ежемесячно от 5 покупок на общую сумму от 10 тысяч рублей, банк делает перерасчет процентной ставки по кредиту под 0. С у вас переплаты процентов по кредиту тогда не будет. Ну а изначально, если я беру у вас кредит, вы какую-то ставку даете, или он с первого дня будет 0%? Изначально у вас будет расчет с процентами. Проценты не возвращаются при выполнении условий в конце срока кредита, в течение 5 рабочих дней, после момента его закрытия. Изначально процентная ставка, она будет зависеть, исходя из суммы кредита. Какую сумму вы выбираете, из срока кредитования. Ну а вы мне примерно можете сказать, допустим, если я хочу взять 200 тысяч рублей на 18 месяцев? Угу. А если оформить данную денежную сумму, то ставка по кредиту у вас составить при заключении до соглашения, это 14,9. 14,9. И обратите внимание, что на самом сайте указан пример с расчетом, где 200 тысяч на 18 месяцев вы получаете под ставку 17,4. В рекламе по телевизору и в интернете крутят такую же ставку, но сотрудник по телефону говорит, что ставка будет 14,9. Конечно же, возможно, она ошиблась, возможно, такая ставка и будет, но мне кажется, что это сделано специально, тем самым вы приходите в отделение уже подаваться, вам скажут не 14,9, а 17,4 на 2,5 пункта выше. Так, а у вас еще на сайте написано то, что, чтобы вернуть проценты, нужно какую-то услугу подключить в гарантированную ставку. Это включает в себя то, что вы не допускаете никаких задолженностей, не делаете подсрочек по кредиту и по карте холла, если пользуетесь заемными деньгами. Подключается у вас финансовая защита, страхование жизни. И также у вас, сейчас вам скажу, что еще будет включено. И вот за подключение услуги к гарантии минимальной ставки у вас будет дополнительная комиссия. Комиссия, сейчас скажу вам, сколько она составляет. Разблина. 3,9% по стоимости кредита. Это от суммы кредита. А страхование жизни в процентах сколько будет составлять? По страхованию жизни, тут вам сказать не могу, сколько она составит, потому что уже расчетами занимаются у нас другие специалисты, исходя из суммы кредита вам рассчитывают. Еще третий момент, то, что какой-то еще там какую-то комиссию нужно оплатить. Нельзя делать досрочное погашение, его можно осуществлять только не раньше, чем за последние 30 дней до момента закрытия кредита. Частично досрочное погашение отсутствует полностью на любом сроке. А если я, например, не выполню условия, допустим, там написано, что нужно обязательно в срок оплачивать кредит, ну, допустим, там что-то получилось, я там 10 дней не смог платить и потом заплатил, какие штрафные санкции там будут применять? У вас, во-первых, не будет перерасчета процентов по кредиту. То есть, мне вот эти проценты уже не вернут сразу? Нет, вам не вернутся, да, тогда. Тут одно из условий не делать просрочек, как уже сказала, по кредиту и по карте холла. Вы просто поймите и услышите, что на данных условиях зарабатывает только банк. Вы каждый месяц пользуетесь их деньгами, вы совершаете покупки, вы получаете кэшбэки, и вместе с вами делают это и они. И если, не дай бог, вы просрочите хоть один платеж, и вы слетите с этой программы, вам не вернут ваши проценты, то получится так, что вы в нашем примере получите ставку не 17,4, а умножаете ее просто-напросто на 2. То есть, это будет ставка порядка 35% годовых. Соответственно, вариант такой, что я приду в банк и, как в рекламе написано, попрошу 200 тысяч рублей, и с первого же дня 0% так нельзя, правильно? Нужно обязательно страхование жизни подключить и вот эту услугу гарантированная ставка, верно? Да, все верно. То есть, проценты вам только в конце срока вернутся, а подключение финансовой защиты почему тут является обязательным, потому что по законодательству беспроцентный кредит банк не может оформлять, поэтому здесь у вас именно не возвращается. финансовая защита только и вот комиссия за подключение услуги гарантии минимальной ставки. И все, остальные вот проценты по кредиту они вам возвращаются в конце срока. Я вас понял, спасибо большое, буду думать. Спасибо за срочно. Вот вам, пожалуйста, все для людей. Читая отзывы о Халве, многие пишут, удобно, беспроцентная рассрочка, это же здорово. Ребята, беспроцентных рассрочек их просто-напросто не существует. Я вам приведу простой пример. Вы приходите в магазине, допустим, товар стоит 50 тысяч рублей, там написано беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. Вы делите, все расчеты у вас совпадают. Не забывайте о том, что, естественно, при оформлении вам будут точно так же пытаться навязать дополнительные услуги страхования, но вы можете от них отбиться. Отбились. Здесь самое интересное. Если вы придете в этот же день или на следующий в банк, который дал вам кредит, и скажете, я хочу закрыть его досрочно, то вы услышите сумму не 50 тысяч рублей, она будет ниже. Это может быть 45 тысяч рублей, потому что банк и магазин работают в паре. Банк дает вам деньги, а магазин делает скидку для банка, чтобы он мог заработать. Никакому банку вы, как клиента, нахрен не нужны с точки зрения того, чтобы вам дать денег просто так под нулевой процент. Во-первых, это нельзя, как вы уже поняли. А во-вторых, кто это будет делать? Скажите мне, пожалуйста. И вот если вы действительно хотите сэкономить, и у вас есть вся сумма на покупку какого-то товара, вы можете прибегнуть к кредиту ради скидки. То бишь, вы его сегодня взяли, на следующий день вы его закрыли, и вы получите вот эту самую разницу, которую делают скидочку для банка. Тем самым вы останетесь в плюсе, а не банк. А в адрес Константина Хабенского я просто обязан сказать, что по доброте душевно это человек с большой буквы. У Константина есть фонд, который помогает детям, которые заболевают раком. Константин действительно для этого делает очень много и тратит на это очень много личных средств. Поэтому он своими добрыми поступками перебивает все вот эти негативы лично для меня. Но в любом случае он, большинство людей, которые ему доверяют, тем самым в этой рекламе немного вводят в заблуждение. Потому что бабушки, молодежь, среднего возраста, люди, которые не разбираются в кредитах, они просто-напросто не поймут, как это все устроено, пока вот не сядут рядом с человеком, который все им это распишет. Вы поймите правильно. Многие задают вопросом, зачем ты снимаешь эти ролики? Я эти ролики снимаю исключительно для того, чтобы вы понимали, что есть реклама, в которой рассказывают только плюсы. И есть другая сторона, где прописаны все минусы, и вы должны с этим быть знакомым. Я не призываю вас не брать кредиты в Совкомбанке или в любом другом. Берите кредиты, если они вам нужны, если это действительно принесет вам какую-то пользу. Но все нужно считать, вы должны видеть максимально прозрачно, на каких условиях вы берете кредит. На мой взгляд, самое честное предложение по кредиту звучит так. Мы дадим вам 1 миллион рублей на 5 лет по ставку в 18%. Ты приходишь, да, высокая ставка, но она честная, в ней не будет ничего. Ты будешь понимать, что ты отдашь определенную сумму процентов. А не так, что вам говорят, приходите, 0%, когда в нашей стране нельзя банкам давать под 0%. И при этом вас начинают юлить, мудрить. Поймите, когда вы сядете за стол, если вы ничего не соображаете, специалисты вам могут накидать больше дополнительных продуктов в тело кредита. Поэтому все нужно читать, все нужно считать. Итак, время подвести итоги. В рекламе нам говорят 0%, пользуйтесь халвой, и все будет клево. В реале вы получаете ставку примерно 17%. Она может быть чуть ниже, а она может быть чуть выше. При этом, чтобы вернуть проценты, вы должны соблюсти ряд условий, за которые вы должны заплатить. И все, что вам вернется в конце кредита, за это вы уже заплатили в начале кредита. Вот вам и все для людей. Друзья, вы можете сходу поставить лайк этому ролику, подписаться на канал, написать комментарий, поделиться им с друзьями, потому что только так эти ролики будут попадать в рекомендации, и о них узнает как можно больше людей. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, и пишите в комментариях, на какой банк провести подобные расследования и аналитику. Будем делать. До новых встреч. Всем пока-пока.